The message, Who is this? was delivered by brother William Marion Branham on Sunday morning, October 4, 1959, at the Faith Assembly in Clarksville, Indiana, USA. The message, Who is this? was delivered by brother William Marion Branham on Sunday morning, October 4, 1959, at the Assembly of the Church in Clarksville, Indiana, USA. The message that he has promised, and every promise that he has made, is true and true. And we are looking forward to the time of his appearing. And as we see that day approaching, that hour coming, it makes us want to check up, take inventory of ourselves and just see where we are standing. Господь и то, что Он обещал, и каждое обетование, которое Он дал, истинное. И мы ожидаем времени Его явления, и когда мы видим приближение того дня, наступление того часа, от этого у нас возникает желание проверить, провести у себя инвентаризацию и просто убедиться в том, где мы стоим. Я как раз услышал, когда зашел там во двор, что мой хороший друг там – это настоящий мой приятель при смерти от рака. И, безусловно, я хочу, чтобы церковь молилась за брата Роджерса. И Он, на этой неделе я хочу поехать туда, проведать Его. Он живет в одном городе примерно на 35-40 миль ниже отсюда. Милтаун, Индиана. И я хочу проехать туда и проведать Его. Он – ветеран Первой мировой войны, и он совсем недавно перенес операцию. И врачи просто зашили Его, потому что они сказали, что нет нужды в операции. Он умирал. И Он только что узнал об этом, я так думаю, в пятницу или в субботу, в тот или другой день, что Он только что узнал, что у Него рак. Но произошло одно великое событие. Он сказал в палате, когда Он поехал в больницу, это «в углу появилась радуга». И Он стоял какое-то время, смотрел на нее. И это было Божье знамение Завета. Конечно же, радуга, она всегда символизирует Завет. Бог хранит Свои Заветы. Он дает свое обетование, а мы с вами можем дать какое-нибудь и придется его нарушить, потому что мы просто не знаем, что будет завтра. Но Бог не может дать какое-нибудь и нарушить его, потому что Он знает, что будет завтра. Понимаете? Ему известны все наши трудности. И что это такое? Ему было известно все, что будет еще до того, как это было. Прежде основания мира он знал совершенно точно, кто будет, а кто не будет. И разве это не утешение? После того, как у нас только что прошли эти важные нелегкие переговоры с этим россиянином Хрущевым и разными другими, и заявления, которые они сделали, где говорились «бомбы готовы, всего за одну минуту они могут уничтожить мир». Понимаете? И просто все, что угодно. Они просто нажмут на кнопку, и на этом все. Но заглянуть в страницы этой Библии и увидеть, ну, до того, как это сможет произойти, церковь уйдет домой. О, какое чувство, понимаете? Какое облегчение знать, что нас это не коснется. Это верно. Мы... Нас это не коснется. Мы в такой безопасности, какая только может быть. И знать, что это не просто какое-то убежище, которое организовало нам правительство. Это убежище, которое организовал Бог. И мы можем успокоиться в уверенности, что оно настолько совершенное, насколько это возможно. На протяжении веков Бог давал обетования, и во всех этих обетованиях Он всегда их соблюдал. А что касается меня, я... Я не вижу, чтобы осталось что-либо, кроме быстрого восхищения церкви. Я вижу, как небольшие группки ходят по кругу, испытывают трудности, верные продолжают держаться. И на прошлой неделе, вы знаете, что произошло в Израиле. Последнее знамение. В 1947 году Израиль стал государством. В ту самую ночь, когда ангел Господень посетил меня. В 12 часов, когда он пришел ко мне, именно в полдень они подписали тот мирный договор с миром, Лигой наций и так далее, за океанскими странами. Но на прошлой неделе у них появилась собственная валюта. У них появились постоянные еврейские деньги, которыми они пользуются сейчас. И я... Я вообще не вижу ничего, что осталось бы, согласно Писанию. Конечно же, может еще быть... Многое, может быть, Господь мне не сообщает. Но я не вижу ничего, что осталось бы, кроме просто прихода Господа. И, о, как мне просто нравится проверять. И начинаешь читать газеты, и слушаешь выпуски новостей, и начинаешь сильно нервничать, и потом садишься и задумываешься. До того, как все это сможет произойти, мы уйдем домой. В той стране не будет пожилых людей. Только задумайтесь, мы, пожилые люди, тогда переменимся, и мы станем молодыми. Там не может быть болезни, не будет смерти, не может быть скорби, душевных страданий или чего-либо, в то время, когда мы окажемся на другой стороне. Просто захотелось спросить вот это. Что, если бы кто-нибудь в это утро смог зайти в дверь и сказать, ну, я только что обнаружил нечто. Доказали научно, что это истина. И это то, что здесь будет пролетать корабль по воздуху всего через несколько минут, и каждый из вас, кто хочет сесть, сможет сесть. И он направляется в страну, откуда я только что вернулся. Я был девяностолетним стариком, и вот он, пожалуйста, в расцвете юности, знаете, и говорит, «Сразу на той стороне, как только вы сойдете на том другом конце, вы снова станете молодыми немедленно». И я встретил людей, которые там уже миллионы лет, и они выглядели без изменений. Я сказал бы, брат, прибереги для меня местечко, чтобы мне поехать. Я думаю, все мы чувствуем вот таким образом. И вы знаете, что это не просто какой-то рассказ. Это истина. И старинный корабль Сиона пролетит по воздуху в какой-то из дней и загрузит святых. И перелетит на другую сторону, просто пройдет под флагом крестом, и тогда мы окажемся дома. О, та великая пора! Так что я думаю, сегодня и даже много скорбей у праведного, но Бог избавляет его из всего этого. И я рад, что мы успокоились в уверенности в этом великом обетовании. Я очень благодарен Богу, его благодати за то, что призвал брата Джуниора Джексона. Как мы зовем его здесь. Я слышал, как незнакомцы свидетельствовали несколько минут назад, приехавшие для служения и исцеления вечером. И я, я очень благодарен за то, что Бог спас брата Джексона. Дьявол однажды подошел очень близко к тому, чтобы убить его, но у Бога был труд для него, поэтому он сохранил ему жизнь. И вот почему это собрание, небольшая церковь, находится здесь сегодня. Это благодаря благодати Божьей. Джуни, это очень близкий мой друг, верный делу настолько, насколько возможно. И я молю, чтобы Бог благословил вас, собрание здесь, и умножил вас так, что эта церковь не сможет вместить людей. И это приносит мне пользу, когда попадаю в небольшую церковь наподобие этой, где мы можем просто собраться в тесном кругу. Мне представилась привилегия по благодати Божьей говорить к собраниям, которые крупнее, но я это не говорю из-за того, что мне, что это нравится мне больше, потому что самые лучшие собрания, которые я провел, это когда у нас были как раз маленькие домашние собрания. Где мы просто... Я брал себе стул и садился в углу, подскакивал и запрыгивал на стул, и я просто переживал замечательное время общения, где святые могут собраться. Где двое или трое собрались во имя мое, я буду среди них. Это обетование. Размер церкви не имеет значения. Бог обещал встретиться с нами, и Он исполнит это. Я думаю, что брат Джексон сказал мне, что они предупреждали сегодняшний день, чтобы им было здорово в церкви. Я не сказал, что это тоже пришло, и, возможно, поговорим пару минут к конгрегации, после садового учреждения сегодняшнего сада, и радостно найти ощущение людей. Так вот, мне кажется, что они... Брат Джексон рассказывал мне, что они ожидали провести сегодня вечером в церкви служение исцеления, и я сказал ему, что тоже приеду и, может быть, несколько минут поговорю с собранием после его воскресного урока сегодня утром, и немного разведаю настроение людей. И я слышал, как кто-то свидетельствовал о том, что они приехали ради исцеления, и я так полагаю, что сегодня за многих будут молиться. Вы ожидали служения, чтобы просто привести людей и помазать их, помолиться за них, или чтобы развлечение от Святого Духа обнаружило нечто неправильное? И понимаете, ко всему этому я должен подготовиться, не кушать, ожидая от Господа и так далее, потому что сатана всегда рядом, чтобы поставить западню, просто расстроить тебя в любой момент. И кто из вас считает, что это было бы лучше всего, понимаете, собрание, которое мы... Эта церковь похожа на нашу, вон там, суверенная церковь. Мы считаем, что большинство людей имело бы больше авторитета, чем просто один человек, понимаете, потому что это то, что у них называется бросанием жребия. Вы считаете, что было бы неплохо просто провести сегодня вечером служение развлечения? Поднимите свою руку, если считаете, что это именно то, что нужно сделать хорошо, посмотрим-ка. Теперь кто против? Это было бы просто хорошо. Мы будем дать праздничные карты сегодня ночью. Мы называем их людей. Мы, может быть, если есть много их, я отправлю Джину или Билли, или одного из них в этот вечер. В каком времени вы начали служить? 7.30. 6.30. Тогда, сегодня вечером, мы будем раздавать молитвенные карточки и вызывать людей. Может быть, если их будет много, я отправлю Джина или Билли, или кого-нибудь из них сегодня после обеда. Примерно, Джуни, в какое время вы начинаете свое служение? 7.30. Тогда в 6.30 и они будут раздавать вам карточки, и мы помолимся за каждого, кто с карточками. Это значит, что за всех смогут помолиться, но мы в небольшом собрании. Но что мы сделаем, мы будем пропускать это по очереди. Пусть я скажу, чтобы они дали молитвенные карточки незнакомым людям, и затем местные пойдут следующими, потому что местные будут ближе, понимаете? Так что они понимают. Так вот, иной раз здесь, дома, немного трудно проводить собрания с развлечением. Сейчас неподалеку сидит миссис Вудс. И я отправился в церковь, и я проведу служение, и я скажу, так вот. И сегодня вечером мы сможем сделать таким образом. До того, как раздадут молитвенные карточки, или что-нибудь, Святой Дух приблизится и назовет определенных людей. И я скажу, все новички здесь, поднимитесь, понимаете? Пусть они все поднимутся. Ты скажешь, хорошо, это такой-то из... Что бы ни сказал Святой Дух, и совершит это. А затем в следующий раз я повернусь, и многие люди здесь, в этом нашем городе скажут, ну, мы не знали тех людей. Мы не знали, что с ними такое, может, это ошибка? В следующий раз скажу, хорошо, мы просто возьмем людей, которые местные, пусть они поднимутся. Ну, как же? Он знал тех людей, конечно же, он знал. Так что, видите, сатана везде поставил западню, понимаете? Он готов в любой момент. И вот кто-то из них скажет, ну, если ты просто проведешь то непосредственное развлечение таким вот образом, у остальных людей не будет возможности попасть в молитвенную очередь. Кто-то из них скажет, ну, если так, я предпочел бы, чтобы за меня помолились. Ну, ну, это просто наоборот. Поэтому сначала мы проведем так, а затем иначе, и они... Они будут такими, пока не придет Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете, Евангелие всегда собирает смешанное множество. Воздействие проповеди о Христе всегда собирает смешанное множество. Это собирает верующих, притворщиков и неверующих. Вот такое у тебя получается собрание. Так что мы ожидаем всего этого. Так что мы ожидаем пока, чтобы сегодняшний вечер стал замечательным временем в Господе. Теперь, прямо перед тем, как мы откроем слово, и я так полагаю, ты распускаешь примерно в 11.30, брат Джуниор. И тогда те люди, которые хотят попасть в молитвенную очередь сегодня вечером, чтобы они могли их построить, если соберется группа для улицы, тогда мы сможем провести их внутрь, понимаете, через двери и все такое, приходите в 6.30. Давайте склоним сейчас голову перед тем, как будем зачитывать слово. Наш Драгоценный Господь. Мы смиреннейше благодарим Тебя из глубины своего сердца за это живое упование, которое мы имеем в этом смертном теле, что есть Господь, Бог и Иисус Христос, и через Свою милость и Свою благость Он дал нам вечную жизнь. И то великое упование находится сегодня в нас, и мы ощущаем его, как родник, который журчит в нашей душе, давая нам уверенность в том, что все Божьи слова истинные. И мы благодарны за Свою милость, который свидетельствует Своей воскресенье. И настолько рады знать сегодня то, что нам не нужно просто догадываться насчет этого. Это уже не догадка, это уверенность. Ибо мы прочли его обетование и видим, что он приходит и исполняет то обетование в соответствии со Словом. Поэтому мы знаем, что оно истинное. И мы благодарны за Святого Духа, кто является свидетелем Его воскресенья. И мы благодарны за министры, true prophets of God, которые stand for truth и for righteousness. And we pray that you will bless those people today, wherever they may be in their pulpits over the world. That the Holy Spirit will move upon them in power. And give them thy word. And may it bring forth great results everywhere. И мы благодарны за служителей, истинных пророков Бога, которые стоят за истину и за праведность. И мы молим о том, чтобы ты благословил сегодня тех людей, где бы они ни были, за своими кафедрами по всему миру. Чтобы Святой Дух сошел на них в силе. И дай им свое слово, и пусть оно принесет везде мощные результаты, ибо мы верим, что приходы Иисуса близко. Мы хотим попросить о том, чтобы ты благословил эту небольшую церковь сегодня. Ее пастора, и диаконов, и весь совет, и членов, и новичков, которые собрались у наших дверей. Мы благодарны за общение. Слышал, как кто-то сказал, что они проехали много миль, чтобы попасть на служение. И подлинно, Писание проявилось, когда в нем было сказано, если я буду вознесен, я привлеку к себе всех человеков. И мы знаем, Господь, что Твоя церковь – это не большинство сегодня утром. Истинные верующие в меньшинстве, но когда-то, Господь, Ты заберешь то меньшинство к себе. Вот этого часа мы жаждем. Рассвета именно этого дня мы ожидаем. Когда мы увидим того, кто изъязвлен был за наши грехи и мучен за наше беззаконие, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Как мы благодарим Тебя за это. Молим о том, Господь, чтобы Ты благословил своего недостойного слугу, когда я стараюсь послужить Твоему народу. Дай им нечто такое, что привлечет всех нас ближе к Тебе. Пусть мы выйдем из этого здания в это утро лучшими христианами, чем мы были, когда зашли. И пусть, если здесь есть кто-нибудь такой, кто не прав, Господь, пусть они выйдут сегодня утром из этого здания со счастливым сердцем. Радуясь, потому что они обнаружили ту драгоценную жемчужину, перевесившую все остальное в их жизни. Также мы хотим попросить Господь за тех, кто болен и страдает. Пусть им не придется дожидаться особого служения вечером, но пусть Великий Святой Дух коснется того человека в это утро. Дай им Твою благодать. Привилегed looking upon a woman a few days ago who met us and said, Oh, brother Branham, it seems that a dreadful disease that you curse one time in the name of the Lord is trying to return again, but I'm resting solemnly upon the thus saith the Lord. And when the physicians had examined our sister Bruce, they found her negative. Представилась привилегия. Представилась привилегия. Смотрел несколько дней назад на женщину, которая встретила нас и сказала, О, брат Бранхам, кажется, что жуткая болезнь, которую вы прокляли однажды во имя Господа, пытается снова вернуться, но я твердо стою, но так говорит Господь. И когда врачи обследовали нашу сестру Брюс, они обнаружили у нее негативный результат. Господь, мы благодарны за то, что Ты держишь свое слово. Твое обетование настолько истинное. Пусть оно станет, так говорит Господь в это утро, для каждой нужды, в чем мы нуждаемся. Мы хотим вспомнить тех, кто в больнице и дома, и особенно нашего брата Роджерса. Пусть Твоя благодать и милость, если будет так угодно Тебе, Господь, проговорит сегодня утром в видении и покажет нам, что именно нужно сказать нашему брату. Мы, Твой народ, ожидаем услышать Твое Слово, Пока мы не услышим, мы будем надеяться каждую секунду. И злей на всех свои благословения. Благослови прочтение Слова. И мы воздадим Тебе всю хвалу и всю славу, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. 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 Я желаю, чтобы вы все обратились к 21 главе святого Матфея, пожалуйста, и мы прочтем отрывок из слова, начиная с первого стиха. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». «And if any man say ought unto you, you shall say, «The Lord has need of them, and straightway he will send them». И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите через Ионовой, сед царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под Яремной». «And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the coat, and put on them their clothes, and set him upon, there upon. And a very great multitude spread their garments in the ways, and others cut down branches from the trees and strolled them in the way». «Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их верхом. Множество же народа постелали свои одежды по дорогам, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге». «And the multitude that went before, and that followed, cried, saying, «Hosanna to the son of David! Blessed is he that cometh in the name of the Lord! Hosanna in the highest!» «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Асанна, сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Асанна, вышних!» «And when he was coming to Jerusalem, all the city was moved, saying, «Who is this?» «And the multitude said, this is Jesus, the prophet of Galilee». «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, «Кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назгалилейского». «Я хочу прочесть или взять в это утро в качестве темы те последние три слова из десятого стиха». «Кто это такой?» И пусть Господь прибавит своих благословений к прочтенному отрывку своего слова. «Должно быть, дело было, скажем, в пятницу около десяти часов утра. И люди с самого рассвета были на ногах, сновали по городу». «Он был так запружен в то время, что они спали за городскими водами». «На земле, в своих палатках, где угодно, где они могли найти место, чтобы прилечь». «Потому что это особенное событие привлекло людей со всего известного мира». «Это называлось праздником Пасхи, который был установлен Богом для евреев давно, в ранние века их истории. Это когда должны были заколоть жертвенного Агнца и было совершено искупление за грехи народа». «И это, как ежегодное событие, это происходило каждый год». «И это, как ежегодное событие, это происходило каждый год». «Я надеюсь, что мы послеielsaboutжения, когда мы получаем его служение». «Я надеюсь, что мы получаем его среди денег и делаем от поиски, добыть наши титики, и обучаем наши грехи, и общаемся с нашего народа». «Путыл biết, когда Jesus comes, это всегда какое-то特е. Вы понимаете, и обычно, когда мы проводим служение, мы проводим свое обычное служение, и наши совершаем свое поклонение, и уплачиваем свою десятину, и собираемся в своих церквах, и общаемся со своими людьми. Но вы знаете, когда приходит Иисус, это всегда нечто особенное, просто есть нечто такое, что мы можем определить. Были большие ожидания. Казалось, в воздухе что-то витало, и это почти проведет параллель с нынешним временем. Сегодня в воздухе витают ожидания его второго прихода. В то время в городе было много таких, которые ничего не знали об этом, точно как сегодня в мире. И было много таких, если они услышат, это их мало будет волновать. И вот таким образом обстоит дело сегодня в мире, потому что другие вещи более привлекательны, чем для мужчин и женщин этого мира, чем вечное место назначения их души. Но были некоторые, кто поверил в него. Они ожидали его прихода и знали, что там будет нечто особенное. Нечто должно было произойти. Потому что Иисус не может прийти в любое время, чтобы нечто особенное не произошло. Всегда нечто новое, когда он появляется. И они были полны ожиданий. Но плохое во всем этом. Было много таких, кто не видел его, так и не собрался увидеть его, когда он пришел. И это одна из грустных вещей насчет сегодняшнего дня. Будет много таких, кто не увидит его, когда он придет. Но будет остаток. Будут те, кто Кто знает Бога и кто ожидает и кто заполнен, они увидят его. Потому что он придет как вор ночью. Нас подхватят для встречи Господа на облаках. Тайный уход церкви. О, говорю вам, зная все это заранее через Слово Господне, мы должны молиться и изучать каждый час своей жизни, готовясь к тому великому событию. Пока. Пока. И пока воздух заряжен его присутствием. И пока мы верим. И помазанные служители Евангелия не спасают громовые предостережения. Мы должны быть подготовленными в любой момент к тому благословенному событию. Когда мы увидим всех тех, кто умер во Христе на протяжении веков. Когда мы увидим Иисуса, грядущего забрать свою церковь. Тогда мы будем восхищены для встречи с ним на облаках. Было много таких, кто не увидел его в тот день. И пока они ждали, я так полагаю, с рассвета небольшие общины, собравшиеся там и сям по городу, они обсуждали. И говорили, интересно, появится ли он здесь на Пасху. Я представляю, как один пожилой верный служитель поднимается и говорит, да, собрание, нам можно ожидать его, потому что он есть агнец. Кто-то, вдохновленный Святым Духом, кто знал Бога и знал Его Писание, и знал, что исполнение Его Слова близко, он появится здесь. Вне всякого сомнения, потому что он пасхальный агнец. Тогда можете себе представить, когда эта община собралась вместе с небольшой общиной у ворот, и через какое-то время они сказали, он может прийти через эти ворота, или он может прийти через те ворота. Но это не имело значения, через какие ворота он придет. Они все равно должны были увидеть его, потому что это было обетование. Придет ли он сегодня на облаке или на лошади, для меня не имеет значения, как он придет. Вот мы все равно увидим его, потому что это обетование, которое дал Бог. И они ожидали с предвкушением. В храме шла подготовка к началу церемоний. Вода уже текла из скалы, куда община собиралась на поклонение. Священник оделся в свои длинные одежды и их, все их церемониальные облачения. Каждая община собралась в своем соответствующем месте. Фарисеи в своем углу, а саддукеи в своем углу. Если это не иллюстрация сегодняшнего дня, я тогда не знаю. Методисты в одном углу, баптисты в другом углу, пресвятыриане в другом углу. Но где-то, рассеявшись среди них, в маленьких группках находится церковь живого Бога, которое не обращает внимания на церемонии, а ожидает его явления, ожидает того благословенного мгновения. Тогда как всех остальных просто интересует церемония, праздник кущий и религиозные ритуалы, но дух Бога зарядил наши сердца, чтобы мы знали, что Он скоро придет. И когда они ожидали, вдруг с вершины холма стала спускаться небольшая группа. Некто сидел на маленьком белом муле, медленно двигался по направлению к воротам. Люди стали кричать, обламывали ветвы с деревьев и бросали свои одежды на дорогу, орали осанно грядущему во имя Господне. И когда маленький мул продвигался вперед, исполняя писания пророков, сказавшего о дочь Сиона, видите, что это было? Это была церковь, избранная. Твой Господь идет к тебе, кроткий и смиренный, сидя на маленьком муле, едет верхом. И сегодня, пока церковь ожидает, в какой-то из дней спускаясь с небес, Он приедет верхом на белой лошади. Вы заметили, что всегда символизировало то белое? Маленький белый мул, на котором он приехал, был предзнаменованием грядущего, ехавшего на боевой лошади, его одежды были обогрены кровью, имя ему было Слово Божье. Это его приход сейчас. Маленькие группы собрались, смотрят, ожидают того явления, и какая радость будет, когда мы двинемся вперед, обламывая ветви крича «Осанна грядущему во имя Господне». Это произвело такое возбуждение среди народа, методистов и баптистов того времени, саддукеев и фарисеев и всяких разных, что они сказали «Кто это едет? Из-за чего такое беспокойство?» Мы не видим в этом ничего настолько будоражащего. Вот просто человек, и он едет верхом на небольшом муле, тут нечего будоражиться. Зачем весь шум и нелепое поведение? Кто это? Непосредственно перед приходом Господа Иисуса он послал церкви Святого Духа в этот последний день, и Святой Дух был свидетелем Его воскресения и доказал, что Он живой, и Он грядет, и церковь готовит себя. И когда мы видим, что церковь готовит себя, удерживаясь от блуда, удерживаясь от идолослужения, удерживаясь от походи и всех плотских дел, мы, церковь и люди, видим, как небольшие общины собираются, прекращают свои выпивки, прекращают свою ложь, прекращают свои сплетни, прекращают все плотское, готовятся, кричат изо всех сил и хлопают в ладоши и празднуют победу. Люди выкрикивают, кто это такой? Они не понимают. Они не поняли, тогда Он пришел кроткий и смиренный, приехал верхом на муле, и Он пришел сегодня к бедным и страдающим. Тогда, как остальные говорят, нет такого, как исцеление, нет такого, как крещение Духом Святым. Все это чепуха, в этом ничего нет, но Он пришел все равно, доказывая свое воскресенье. Каждое знамение, которое Он совершил на земле, Он творит это прямо сейчас, в облике Святого Духа, среди людей ожидания. Они ожидают того великого события, Его скорого явления. Мы знаем, что это не будет долго, до того, как мы увидим Того, Которого мы возлюбили. И мы верим, что уже не слишком долго, до того, как исполнится все предреченное в Писаниях. В том собрании, в тот день, было разрушено мнение. Некоторые от них кричали, кто это? Что это вызывает все это ракет? Почему этот путь галилеев, холи-ролеры, кричат и кормили так? Так вот, в том собрании, в тот день, был разброд во мнениях. Одни из них кричали, кто это? Какая причина всего этого шума? Почему эта группа галилеян, святоши, орут и вот так нелепо ведут себя? Я представляю, как один хороший пожилой ученик подходит и говорит Братья, вы разве не знаете, что это пророк из Галилеи? Это Иисус Назарянин, о Котором говорили Писания? Вы разве не знаете, что в Писании говорится, Он придет, приедет верхом на сыне подъяренной, и Он придет к Своему народу, и это причина, почему они себя вот так ведут. Мы побывали на собраниях этого человека, мы видели, как Он воскрешал мертвых, мы видели, как Он открывал глаза слепых, мы видели, как Он стоял там и посмотрел на свое собрание, и что вы помышляете в сердцах своих? Мы видели, как Он творил великие знамения, и мы знаем, что это Мессия. Это было смешанное множество. Некоторые сказали, ну, может быть так, что Он мог бы быть чем-то таким. Вот. Разве не таким именно образом они считают сегодня? Что все это такое? Разве существует что-то такое, как Святой Дух? Что заставляет тех людей вот так вести себя? Why? It's a foretaste of glory divine. It's a power. It's a Holy Spirit. That's your own earth, representing Christ, just a shadow of his coming. All these things, which prophesied, would take place just before he come again. Amen. And we know it. That's why we're excited about it. That's why we're enthused about it. Ну как же, это предвкушение божественной славы, это сила, это Святой Дух, который находится здесь на земле, представляя Христа. Просто предзнаменование Его прихода было предречено, что все это произойдет непосредственно перед тем, как Он опять придет. И мы знаем это. Вот почему мы возбуждены из-за этого. Вот почему мы воодушевлены из-за этого. Нет разницы, что говорят другие люди, это не имеет ни малейшего значения. Сегодня люди говорят, кто это такой? В те дни они сказали, мы не знаем, кто Он, Иисус Назарянин. Ладно, мы пойдем и заглянем в Декалог, и мы разузнаем, принадлежал ли Он к этой деноминации. Мы разберемся, был ли Он фарисеем, или саддукеем, или иродианином, или кем Он мог быть. Мы отыщем. И они не смогли найти никаких сведений о Его обучении, о какой-либо степени, которые Он получил бы. И тогда они пришли опять. Кто Он? Он не принадлежит ни к одной нашей традиции. Он не связан ни с одной нашей... Он не присоединился ни к одному нашему объединению. У Него нет степеней. У нас нет сведений о Его посещении школы. Он никогда не был в семинарии, и Он не заявлен в этих книгах или тех книгах. Мы нигде не видим Его. Кто же Он такой? Его собственными верительными грамотами были дела, которые дал совершить Ему Бог. Он сказал, если Я не творю дела Божьи, тогда не верьте Мне. У них имелся свой собственный путь верования через человеческие верительные грамоты, через деноминацию, к которой Он принадлежал. Точно так же, как сегодня. Его узнают по Его деноминационным верительным грамотам. Но Муж Божий, Святой Дух, который среди людей сходит на людей, сходит на служителя, сходит на собрания. И обозначает, кто Он такой. Не через деноминацию, а через силу воскресения Иисуса Христа, предвещая Его приход. О, в какой час мы живем. Пальмовые ветви в руках, одежда на плече, готовые постелить на дороге. Благословен грядущий во имя Господне. Кто же идет во имя Господне, Святой Дух? Когда Он придет, Он возвестит вам грядущее. Он будет говорить не от Себя, но Он будет говорить от Меня, сказал Иисус. And the Holy Spirit comes to do its work in the name of the Lord Jesus. All the way from the pulpit to the baptismal pool to the healing service to everywhere else. In the name of Jesus Christ. Watching for the coming of the Lord. Preparing a church as a forerunner as John the Baptist. И Святой Дух приходит для того, чтобы совершить свой труд во имя Господа Иисуса. От самой кафедры до бассейна для крещения, до служения и исцеления, до чего угодно. Во имя Иисуса Христа, ожидая Господнего прихода, подготавливая церковь. Как предвестник, как Иоанн Креститель предвозвестил первый приход, Святой Дух находится в церкви, предвозвещая, готовя церковь ко второму приходу. А мир выкрикивает, кто это такой, откуда они появились, какие у них верительные грамоты, из какой школы они появились. Вы не обнаружите сведения о них. Они во славе, откуда они появились. На небесах, вот где их сведения. Ибо их царство не от мира сего, но оно от мира грядущего. Их желание не от этого мира, оно от мира грядущего. Их манера поведения, их желание по этой-то причине, одежда, и действия, и привычки мирских людей настолько противоположны. Обычно вы, вы, обычно вы будете поступать в соответствии с Духом, который в вас. Он служит мотивом вашей жизни. Он делает вас теми, кто вы есть. Жизнь, которая в вас. И когда мужчины и женщины претендуют на звание христиан и по-прежнему хотят быть такими, как мир, где-то что-то не так, потому что мы не от этого мира. Потому что наш дух, если бы мы были немцами, мы были бы такими, как Германия. Если бы мы были финнами, мы поступали бы так, как поступают в Финляндии. Если они американцы, у них американский дух. Если мы христиане, у нас небесный дух. И наши духи пришли свыше это направляет наши жизни и наши мысли. Это благочестивая, братская любовь, чистая жизнь, благородные, почтенные люди. Так вот, там сказали, что кто-то был за него, кто-то был против него. Так вот, сегодня есть люди, которые твердо настроены против всего называемого Богом. Никакой религии. И они в основном составляют большинство в нашей стране. Во всемирном масштабе они, подавляющее большинство, миллионы. И миллионы тех, которые не слышали никогда имени Иисуса Христа. Они составляют большинство. Потом есть те, кто исповедует религию. И они любят изображать свои церемонии. Они любят занимать высокие посты. Они любят dress and to go to the church and to have some kind of a hymns and a little message of some sort. Talk of a God that was and placing so far back in history, that he can't move. That he was something it was. Им нравится одеться и пойти в церковь и попеть какие-нибудь гимны и какая-то небольшая проповедь. Поговорят о Боге, который был, и затем поместят его в такое далекое прошлое в истории, что он не сможет шелохнуться, что он был чем-то прошедшим. Им охота заявить, что Иисус прав, он был хорошим человеком, он был великим мужем, он был как Вашингтон, ни разу не солгал, или как Наполеон. Вот такой у них подход к Иисусу. Они думают, что он был просто хорошим человеком. Многие из них сегодня не заявляют, что он божественный. Они просто заявляют, что он был хорошим человеком, что его учение правильное. Некоторые из них верят, что он был просто пророком. Но есть те, кто пророком. Продвигается дальше того предела. Я верю, что он Бог, Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Что он был не просто пророком. Что он был не просто человеком. Что он был не просто учителем или порядочным человеком. Он был божественным и еговой Богом, жившим в теле из плоти. Вы спросите у меня, кто это такой? Вот какое мое мнение о нем. Он Бог, проявившийся во плоти для того, чтобы забрать грехи мира. Кто это такой? Кто это такой? Не просто человек. Не просто пророк, а иммануил. Бог с нами. В таком случае, не только с нами, а в нас. Через нас. Бог среди нас. В таком случае, если это правда, сверхъестественный Бог не сможет изменить свою суть для соответствия человеческой сути. Люди должны изменить свою суть для соответствия Божьим сверхъестественным планам. Вот почему люди выкрикивают, кто это такой? Это Бог среди своего народа. Им это непонятно. Бог не придет на ваш уровень. Вы должны будете прийти на Его. Бог не придет к вашим требованиям. Вы должны прийти к Божьим. И тогда, когда то требование соблюдено, на основании данного Богом обетования искупить людей, если то требование соблюдено, меняется все ваше естество. Меняется ваше мышление. Меняются ваши привычки. Все в вас меняется. Меняются ваши желания. Меняется ваша жизнь. Ваши привычки меняются. Вы меняетесь. Все в вас меняется, потому что в вас новая жизнь. Вот что заставляет людей сегодня говорить, кто это такой. Это тот человек, с которым работали здесь раньше. Это тот, кто это такой. Куда он ходил в школу. Какие у него верительные грамоты, говорят проповедники. Откуда? Кто такая эта женщина? Это та женщина, которую я видел там раньше на улице? Да. Что с нею такое? Нечто произошло. Это та женщина, которая раньше носила шорты? Но нечто произошло. Это тот мужчина, что курил раньше сигары? Но нечто произошло. Это тот мужчина, который раньше выпивал? Но нечто произошло. Эти мужчина и женщина раньше сквернословили и ходили в ночные клубы. Но они уже не делают этого. Кто это такой? Это Святой Дух. Личность Бога, живущая в них. Я пойду в их церкви, чтобы разузнать, в чем дело. Подобно, как сделали фарисеи. Они сказали, мы пойдем к воротам. Мы узнаем, что они говорят. Мы разберемся, кто такой этот парень, что спускается с горы верхом на этом маленьком белом муле. И когда они приблизились к воротам, для этих людей действительно наступило незабываемое время. Они кричали, и они орали, они восклицали, и они восхваляли Господа. И это так сильно противоречило их религии того времени. И те священники и раввины стояли рядом, они сказали, сделай так, чтобы они умолкли. Мы не сможем услышать то, что скажет доктор или кто преподобный. Сделай так, чтобы они умолкли. Иисус, я представляю его, как он повернулся, сказал, если они умолкнут, камни тут же возопьют. Что-то должно было произойти. Говорят, смогут ли камни возопить тот самый Бог, который создал их и ехал по ним? Почему они не могли? Сделай так, чтобы они умолкли. Они не смогли бы промолчать. Вот таким образом сегодня, когда община собирается вместе, это предзнаменование его явления. Святой Дух начинает дышать на них, они видят те чудеса и знамения, совершаемые Святым Духом, а они не смогут промолчать. Что-то должно возопить. А церковный мир сказал, кто это такой? Что все это такое? Ты один из них. Какая причина всего этого? Они не понимают этого. И они не понимают этого сегодня. Они не поняли этого тогда. Они никогда не поймут этого. Помазание Святого Духа принесло это церковному миру. Принесло, понимаете? Есть три класса. Неверующий, притворщик и настоящий верующий. И часто притворщики попадают в среду настоящих верующих. И они еще кричат, кто это? Кто это такой, который придет в собрание? Который помажет его так, что кто-то заговорит на языках, а другой даст истолкование, точно расскажет грешнику его грехи и где он находится? Кто это, кто сидит в этой литератой женщине, которая не может читать ее имя? И сидит в этой анноуте Господня и говорит слова, которые она никогда не слышала? Кто это такой, который поднимается? И неграмотная женщина, которая не сможет прочесть свое имя, а поднимается под помазанием Святого Духа и произнесет слова, которых она никогда не слышала? И мексиканец поднимается в церкви и скажет, я понял каждое слово этого. И меня даже назвали по имени и призвали меня к покаянию. И смилуйся над моей душой, Боже. Кто это такой? Кто это такой, который может взять неграмотного фермера и может подняться под вдохновением и рассказать человеку, кто он такой, и откуда он приехал, и что с ним произошло, и что он должен сделать, и какими будут его результаты? Мир выкрикивает, кто это такой? Что это такое? Откуда оно пришло? Это Святой Дух, пришедший от Бога. Для какой цели? Подготовить людей, дать им небесную атмосферу, желание подняться выше. Так вот, дело не так уж в том, что думают другие люди. Это то, о чем мы думаем в это утро. За кого почитаете его вы? Решать нам с вами. Неужели это просто братство, динаминации под названием Пятидесятники, Церковь Бога, Пилигримы Свят, или Назаряне, или что-то наподобие этого? Церковь Бога, Ассамблеи Божьей, Объединенная Пятидесятническая Церковь. Это то, чем оно является? Если так, вы жалкие. Вот так, ваша религия, это просто религия. Спасения в ней нет. Но если вы исследуете это и обнаружили в своей душе, что это есть Иисус Христос, Сын Божий, тогда благословен грядущий во имя Святого Духа. Ассана в вышних грядущему во Святом Духе, потому что это собственный Дух Иисуса Христа в Его Церкви, которое делает вас своими сыновьями и дочерьми, дающий вам свой характер. Потому что и вы будете жить с Отцом в вечные грядущие века. Кто это такой? Что все это такое? И приход Святого Духа всегда приносил такое. В дни Ноя, когда Святой Дух сошел на Ноя, и Он начал пророчествовать и начал говорить, что наступит момент, когда мир будет уничтожен водой, смотрите, как сильно это противоречило их убеждениям. Были насмешники и ругатели, сказано в Библии, которые насмехались. Они ели, пили, веселились, смеялись в глаза тому пророку и думали, кто это такой. Скоро они поняли, кто это такой. Каждый раз, когда Святой Дух приходит, Он приносит разделение среди людей. Он приносит момент, когда человек должен подняться и принять решение. Он пришел к вам, Он пришел ко Мне. Мы должны принять решение. Он приходил в дни Ноя. Он также пришел во время Моисея, когда Бог помазал своего слугу Святым Духом, отправил его в Египет. Некоторые сказали, кто такой этот Супермен? Кто такой этот человек, который хочет сделать себя властелином над нами? Моисей не желал быть властелином, он излагал людям истину. Что он делает? Разрушает наши религии. Это то, что они сказали об Иисусе. Он осуждает наши религии, потому что это все, что у них было. То же самое было в дни Ноя или Моисея. Моисей пришел, и он разрушил их традиции и привел их к живой вере в живого Бога и вел их от победы к победе посредством чудес и знамений. Это привело неверующих в замешательство. Кто это такой? Кто такой этот человек? Где он родился? Мы думали, что он египтянин, и вот, неожиданно, должно быть он незаконно рожденное дитя откуда-нибудь. Кто такой этот, грядущий в это имя? Таким образом было всегда. В дни Иисуса сказали, кто он такой? У него нет образования, у нас нет школы, нет сведений о его обучении, у нас нет деноминаций, к которой он принадлежит. Кто он такой? Единственное, что мы знаем, какой-то сумасшедший здесь дикарь по имени Иоанн Креститель, все лицо заросшее и полуголое и укутанное в овечью шкуру, провозгласил его приход. Он, а он, родился незаконным рождением. Его мать забеременела им до того, как Иосиф женился на его матери. Кто это такой? Ой, это единственное сведение, которое они имели о нем. Да будет благословенное имя Господа. Это все, что им известно сегодня о церкви. Какое-то сборище копателей траншей или что-то такое. Вообще никаких сведений. Эти сведения содержатся не в земных книгах, они под божественной защитой на небесах. Кто это такой? Этот был пьяницей, этот был таким-то, тот. Это верно. Но теперь он сын Бога, преображенный. Кто он такой? Кто это такой, который идет во имя Господне? Когда Святой Дух пришел сегодня, Он приносит те же решения. Каждый из нас ответственен за свое решение. Мы должны принять его. Он здесь рядом с нами, Он здесь у нас. Этого уже никак не обойти. Мы ничего не сможем с этим поделать. Мы должны отвергнуть его или принять его. Та самая жизнь, что была во Христе Иисусе, находится сегодня в церкви. Она вершит те же дела. Она совершает те же чудеса. Она совершает все то, что совершал Он. Она исцеляет больных, воскрешает мертвых, очищает прокаженных, изгоняет бесов, проповедует Евангелие, и все бедные получают ее. Блажен тот, кто не соблазнится. Идите, расскажите Иоанну, сказал Он, эти дела, которые совершаются. Иоанн в темнице. Его орлиные глаза затянулись пленкой. Его пророческое око видело не так, как когда-то, но затем он увидел, когда он сказал, хромые ходят, слепые видят, глухие слышат, и блажен тот, кто не соблазнится в том, что я делаю. Если я не творю дела Отца Моего, тогда не верьте Мне. А если я творю дела Отца Моего, если вы не можете поверить Мне, верьте делам. Это было его посланием. Это то, что он сказал, что это должно быть сделано. Это то, что мы должны сделать, это сделать решение. Что мы сделаем с этим? Это здесь. Кто это? Что это? Это предупреждение Бога, через Его Слово, что Он сделает это. Бог предупреждал, что Он сделает это. И мы видим, что это сделано. Теперь, это для нас, чтобы сделать решение. Будем ли мы служить? Будем ли мы понимать? Кто это такой? Что это такое? Это Божье обетование, через Его Слово, что Он совершит это. Бог обещал, что Он совершит это. И мы видим, что это совершается. Теперь, принятие решения за нами. Мы будем служить. Мы поймем. Вы скажете, брат, как же я смогу понять то, о чем ничего не знаю? Иисус сказал Никодиму, если человек не родится свыше, он не сможет увидеть или понять Царство Небесное. Сказал, ветер дует куда хочет. Хочет, и ты не сможешь определить, откуда Он пришел или куда направляется. Откуда Он пришел или куда Он направляется или где Он был. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Ты не знаешь, откуда Он приходит, где Он был или куда Он направляется, но ты знаешь одно. Куда Он приведет тебя? Откуда бы Он не пришел, Он заберет тебя с собой. Поэтому сегодня нам надлежит знать, что мы делаем. Понять это. Так вот, если это не свидетельствует о Слове, тогда это не Божий Дух. Если это не исцеляет больных, отрицает это, тогда это не Божий Дух. Бог это исцелитель. Однажды, как однажды сказали, почему Бог допустил, чтобы грех пришел на землю? Бог однажды был одной единицей. В той единице были атрибуты. И Он был спасителем. По натуре Он был спасителем. Если бы не было грешника, то как Он стал бы спасителем? Он не смог бы спасти, пока Он не допустил грех. Бог – это исцелитель. И Он не может исцелить, пока нет кого-то больного для исцеления. Понимаете? Если бы никогда не было болезни, не было бы никогда исцелителя. Бог, как исцелитель, Его собственные атрибуты проявили все. Это нечто должно было откликнуться на тот атрибут, что был в Боге. Бог – слово Бог – значит объект поклонения. Бог хотел поклонения, поэтому Он должен был проявить нечто такое, что будет поклоняться Ему. Иисус сказал женщине у колодца, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе и в Истине. Поэтому, когда Дух Божий близко, что произойдет? Откроется спасение. Спасение, которое принесет духовное поклонение не одно пение гимнов, а поклонение в Духе. Это должно быть настолько, вопреки разуму, Он будет ошарашен этим. Бога вы не сможете понять умственной верой. Вы должны родиться свыше, это должно прийти в сердце. Это должно стать переживанием, и когда это переживание произведено Святым Духом, тогда та же натура, и та же сила, и тот же отклик, что был у церкви вначале, проявится опять, потому что это Бог в них. Иисус сказал, «Еще немного, и этот мир уже не увидит Меня, однако вы увидите Меня, ибо Я, Я – это личное местоимение, Я буду с вами даже в вас до скончания века». Тогда дела, которые Я творю, сотворите и вы. Тогда, когда те дела производятся в церкви, это приводит людей в движение внешних, подобно как это привело тогда, на празднике. Кто это такой? Что такое с теми людьми? Когда те галилеяне увидели Его едущим на том маленьком муле, они кричали, и они восклицали, и они вели себя нелепо, как группа пьяных. «Те священники, они захотели заставить их умолкнуть, он сказал, если они умолкнут, камни возопьют точно так же». Видите? «В день Пятидесятницы, когда Святой Дух вошел в людей, они вели себя, как пьяные, даже настолько, что те подшучивали и насмехались над этим, сказали, эти люди напились молодого вина». Петр сказал, мужи иерусалимские, выживущие в Иудее, да будет вам это известно, и внимайте словам моим, ибо они не пьяные, как вы думаете, но это предреченное пророком Иоилем и будет в последние дни, говорит Бог, «Я и залью от Духа моего на всякую плоть». Когда тот же Дух изливается, на собрания людей произойдут те же результаты, потому что вы не сможете внести в тыкву жизнь винограда и заставить ее приносить тыквы. Она принесет виноград «По плодам их узнаете их». Церковь узнается, мир задается вопросами, кто это такой, что это такое происходит, они не понимают, потому что они не знают Бога. Так вот, когда мы видим, как это сбывается в точности, так, как сказал Бог, мы ожидаем сейчас, что это такое Святой Дух объявляет Христа. В какой-то славный день, не по склону холма, верхом на муле, но из славы приедет Сын Бога, облеченный в праведность Божьего Духа, верхом на белом коне. Его одежды обогрены кровью, назван Царь Царей и Господь Господствующих. Он будет Словом Бога. И по небесам за ним будут следовать десятки тысяч, помноженные на десятки и десятки тысяч. Небесные воинства придут с ним. Какое это будет славное время! Пение будет звучать, пение будет восклицание, будет скорбь, будут вопли, будет плач, будут стинания. Ты будешь представлен в одной из тех групп, друг. Так что прими сегодня утром решение, с какой группой ты окажешься, пока мы склоним всего на минутку свои головы. Задаваясь вопросом в этот момент, есть ли здесь кто-то такой, кто не принял еще решение в пользу Иисуса Христа? Хотя вы бывали на собраниях и наблюдали, как Он давал зрение слепым, слух глухим, храмы и ходили, видели, как Он брал сами мысли из разума людей и говорил, вы такой-то? Зачем вы сделали то и сделали это? В точности то, что по Его словам Он будет совершать, и все же вы еще не стали Его слугой. Вы так и не получили свидетельства. Никаких не может называть Иисуса Христа только Государственного Государства. Вы говорите, я верю, потому что Слово говорит так. Это правда. Но Слово говорит, что никакого человека не может сказать, что Иисус Христа пока вы не получите Святого Духа. Никто не сможет назвать Иисуса Христом только через Святого Духа. Вы еще не получили этого. И вы хотели бы этого. Хотите, чтобы вас вспомнили в молитве через поднятие своей руки, сказав, помолись за меня. Я сейчас признаюсь Богу, что я хочу Его Святого Духа в своей жизни, чтобы вел меня, чтобы я полностью понял всю Его программу, которая есть у Него для меня в жизни, чтобы я мог ходить с Ним как Его слуга. Вы поднимите свою руку перед тем, как мы будем молиться. Благословит Тебя, Господь, сынок, благословит вас, Господь, сестра, пусть Бог пребудет с вами. Будем молиться. Благодаря Господа, как мы читали в Тихом Словом, что Милостивейший Бог, как мы прошли в Твоем Слове, где было о том, когда ты вошел в город Иерусалим, где собрался Твой народ, там были те, кто ожидал Тебя. Воздух был заполнен Твоим приходом, ты обещал, что ты появишься на празднике, ты встретишься там с Ним. И они ожидали Тебя, другие посчитали это бессмыслицей. Кто это такой во всяком случае просто галилеянин, мнимый пророк, человек, которого совет церквей объявил сумасшедшим. Да ну, сказали они, мы знаем, что ты безумный, ты имеешь беса и должен быть объявлен сумасшедшим. И его собрания объявили сумасшедшими. А человека, который представил его, Иоанна Крестителя объявили диким, сумасшедшим человеком из пустыни, отшельником. Но в этом ничего не было. Модные собрания того времени не поверили такому посланию. И те духи, которые держали их в неволе, держат сегодня миллионы, они по-прежнему не верят этому. Но для тех, кто ожидал, они знали, что их Господь обещал прийти на праздник. И они ждали, собирались на улицах и в маленьких помещениях и везде, где только могли, говорили и ожидали, и вся атмосфера была заполнена его приходом. Так и сегодня, Господь. Ты обещал, что нас заберут на свадьбу Агнца. Ты придешь за церковью и мы видим появление знамений того, что ты грядешь. Поэтому вся атмосфера заполнена твоим приходом. Мы ожидаем. В это утро поднялись некоторые руки Господь, что они еще не уверены, что их пригласят на ту свадьбу. Мы ожидаем твоего прихода. Они рассказывают нам, что у них есть бомбы, которые в один миг могут разнести всю землю на куски. Они могут посмотреть на звезду в России и направят ее точно на Луисвиль Кентукки за долю минуты. Достигнет Луны и предсказали это за 80 секунд. О, Господь, мы видим явление тех вещей точно так, как Ты сказал, и они вполне способны исполнить свои угрозы. Господь, мы обращаем на пись и смотри, ты способен подним твою председу для Бога и мы ждем и боже, мы переворачиваем страницу и смотрим, что Ты силен исполнить свое обещание, ибо Ты Бог. И мы ожидаем Твоего прихода. Возьми этих людей сегодня под свое попечение, Господь, даруй им вечную жизнь через Иисуса, Нашего Господа. Даруй, чтобы те, кто болен и страдает, исцелились. Дай нам сегодня вечером замечательное служение на приближающемся служении исцеления. Благослови всех вместе, в каждой церкви, которая представлена здесь. Разные люди на разных стадиях веры. Пусть они осознают, что не вера церкви, в которую они пришли, делает их теми, кто они есть. Главное их незапятнанная вера, которая есть у них в Сына Божьего. Вся хвала добудет Тебе, Отец. Мы предаем их Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Jesus paid it all. That's what He did. All my sin Him I own. Sin had left the crimson stain. He watched it white as snow. Иисус все оплатил. Вот что Он сделал. Всем Ему обязан Я. Грех оставил багряное пятно. Он удалил его. Проповедь уже окончена. Давайте будем просто поклоняться Господу в пении. Иисус все оплатил. грех ảo всем всем ему обязан я. Грех оставил багряное пятно, он удалил его. Там на кресте, где Христос страдал, Где опрощенный я умолял, О, там Он меня трогаю оправдал. О, хвала Ему, О, хвала Ему, О, хвала Ему, О, там Он меня трогаю оправдал. О, хвала Ему, Давайте не будем сейчас смотреть друг на друга. Давайте смотреть вверх. Поднимите руки. Там на кресте был я принятым, Дивно спасен, от будь охраним, Во мне живет Он, как чудно с ним. О, хвала Ему, О, хвала Ему, О, хвала Ему, Там Он меня кровью оправдал. Сейчас я хочу, чтобы вы повернулись и просто пожали руку кому-нибудь спереди от вас, сзади от вас, справа и слева, пока мы будем петь вот это. Мы не спеши, тот поток живой, У ног Иисуса склонись душой, О, будь совершенным свой грех. Давайте сейчас поднимем руки. О, хвала Ему, 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 Разве вы не чувствуете себя от этого замечательно? Полностью выскоблены, ожидающие. О, как замечательно! Мы не спеши, тот поток живой, У ног Иисуса склонись душой, О, будь совершенным свой грех омой, О, хвала Ему, О, хвала Ему, О, хвала Ему, Разве это не делает кое-что с вами? Задумайтесь об этом. Там и на кресте был я принят им, Дивно спасен от греха храни. Живет! Прибудьте во мне, И слово мое в вас. Во мне живет Он, Как чудно с ним. О, хвала Ему. Теперь просто сосредоточьте свои мысли на Нем, когда будете поклоняться Ему. О, хвала Ему. Что мы можем сделать, Господь, без тебя? Господь! Это час твоего появления. Ты скоро придешь, Господь. Там он меня кровью оправдал. О, хвала Ему. О, хвала Ему. О, хвала Ему. about that just goes through me till every fiber of my body just shakes. That's the Holy Spirit here. That's the Holy Spirit. Amen. Thanks be to God. That's what I was speaking of. О, вот это да! В этом нечто есть. Просто пронизывает меня так, что каждая частичка моего тела просто трепещет. Это Святой Дух здесь. Ух! Аминь! Благодарение Богу! Это то, о чем я говорил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я спел это специально. Через то истолкование Господь дал мне тему на сегодняшний вечер. Слово мое. Понимаете? Когда через темноту и скорби я иду напрочь на путь. В тьму в свет ты обрати. Прекрати. 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 В крови Христос в лейдь, И сеного Христоса мыл, Нашли в душе покой, Нашли в душе покой, Нашли в душе покой, И все, кого Христоса мыл, Нашли в душе покой, Вы счастливы, что сделали это? Смогли бы мы закрыть глаза? Скажите. Сбойника познай дни час, Спасла Христова к нему, И сеного Христос в лейдь, Ошлаился от грехов, Омылся от грехов, И сеного Христос в лейдь, Ошлаился от грехов, Вам хорошо, Просто поклонение в Святом Духе, Благословение Господа на вас. Так вот, вечером мы ожидаем увидеться с вами, И молитвенные карточки Теперь будут раздавать ровно в 6.30, Чтобы вы не помешали остальному служению, И если желаете, приходите. И кто из вас собирается на небеса по благодати Божией? Покажите вашу руку. Мы уйдем вверх. Покажите вашу руку. 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 обрывистую вульгарщину, какую хотите, отдайте мне те старинные искренние песни о крови, которые творят нечто вот здесь, внутри, написанные Святым Духом, выведенные на бумаге Богом. Они настоящие. Ну что ж, пусть Господь благословит вас действительно хорошо. Надеюсь увидеться с вами сегодня вечером. Передаю теперь служение пастору, брату Джексону. Возможно, здесь есть некоторые, кто не сможет попасть сегодня вечером на служение исцеления, просто хотят, чтобы их помазали и помолились за них. Мы, целая группа служителей здесь, будем рады послужить вам любым возможным нам образом. Так вот, обычное служение исцеления состоится вечером. Так вот, это если вы сможете остаться и подождать. Если не сможете, подходите сейчас прямо сюда. Есть одна дама, которой нужно уезжать. Сзади. У которой болезнь сердца или что-то такое. Мне кажется, она вот здесь. Кто-то указал сюда своим пальцем. Дама здесь, у которой болезнь сердца, которая не сможет быть вечером, у которой действительно серьезно и хочет, и не сможет попасть в очередь. Так вот, понимаете, причина, почему мы просим, чтобы там была очередь, нам можно... Я сам. Все молятся по-разному. Один молится так, другой иначе. У меня же, если я знаю, о чем говорю, тогда я могу действовать. Но если бы я вышел сюда, скажем, я собирался чинить автомобиль, и я ничего не понимал бы в нем. Ну, я взял бы гаечный ключ и смотрел бы. Я не знал бы, понимаете. Ну и вот, многие люди просто обладают такой преобладающей верой, которая выходит прямо туда и бросает вызов тем вещам и изгоняет их. Что касается меня, я сначала должен понять, каков Божий план для этого, понимаете. Ты должен следить. Пророческий дар – это необычная штука. Ты можешь что-то сделать при помощи его и попадешь в беду. Кто из вас знает это? Посмотрите на Илью. Да, кажется, это был Илья. Он был молодым человеком, облысел, а какие-то дети дразнили его за лысину. Сказали, почему ты не вознесся, как Илья? И он повернулся и наложил проклятие на тех детей. И 42 из них погибли. Это не натура Святого Духа, понимаете. Это был тот пророк, разозлившийся, и просто приложил проклятие к тому, что он сказал. Иисус сказал дальше в Писаниях, откуда я зачитывал сегодня утром. Если скажете, горе этой, сдвинься и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам то, что вы сказали. Вот, пожалуйста, понимаете, ты должен следить за тем, что ты делаешь. Теперь посмотрите на Моисея. У него была власть. Это не было Божьей волей выводить воду из скалы. Кто из вас знает это? Во второй раз. Он должен был проговорить к ней, а не бить по ней. Бог сказал, чтобы он проговорил к ней. Он развернулся и ударил по ней, потому что у него была власть сделать это. Бог поднял его на гору и сказал, посмотри туда дальше. Видишь эту страну, но я не позволю тебе перейти. За то, что ты сделал там у скалы. Понимаете? Понимаете? Так что ты должен следить, когда делаешь это. По этой причине я всегда стараюсь. И у меня такое чувство, что скоро, может быть, в следующие несколько дней, у меня такое чувство, что Бог снова проговорит ко мне. Понимаете? Я лежу в лесу день и ночь, ожидая того момента. Я ощущаю последние две или три недели, что Он проговорит ко мне. Мне кажется, что у меня будет какая-то перемена. Я уже давно жду этого. То, в отношении чего здесь не так давно было дано предсказание о том, что произойдет. Это сбылось. Но просто кажется, будто бы глубоко во мне, что нечто в движении. И я просто провожу время вне дома, поднимаюсь утром пораньше, еще ночью ожидаю, ожидаю увидеть, что Он скажет. И время от времени я опускаюсь на колени и говорю, Ты здесь, Господь. И есть ли что-то такое, что Ты хочешь, чтобы Твой слуга знал? По этой причине я слежу. Я хочу, чтобы наступил час, когда нам не понадобится развлечение, когда у меня будет вера без этого. Я думаю, что здесь появится видение, скажем, это женщина или эта дама, или кто угодно. Видите, я не знаю, мужчина, кто бы вы ни были, подойдет сюда. Я не видел вас никогда в жизни. Однако Он показывает мне там, кто вы, что с вами такое, откуда вы приехали, что совершенное вами стало причиной этого. Во всем должна быть причина. А что, если кто-то согрешил? Может быть, они сделали нечто такое, чего вам не следовало сделать. Может быть, им следовало сделать что-нибудь, чего они не сделали. Или что-то вроде этого. И вот они, пожалуйста. Бог допустил, чтобы сатана наложил на них то проклятие, чтобы привести их к чему-то, к повиновению. Иной раз болезнь это кнут, которую Бог использует ради приведения к повиновению. И что, если тот человек встанет там, я скажу, о, аллилуйя, слава Богу, хвала Богу, помажу их елеем и поболюсь над ними. И произойдет так, что я изгоню из них того нечистого духа. А это Бог допустил его туда. У меня тут же возникают проблемы с Богом. Понимаете, что я имею в виду? Я... Но когда я вижу, что Бог говорит, что это такое, что может быть сатан просто сделал. И я вижу, что нет в жизни этого человека, чтобы встать. Тогда я имею в виду, чтобы встать туда. Я имею в виду, потому что я видел Его, когда Он пришел к мне и сказал мне, чтобы это сделать. Но когда я вижу там, что Господь говорит что-то, может быть сатана просто сделал это. И я вижу, что в жизни того человека ничто не препятствует. Тогда у меня есть вера на то, чтобы выйти там. У меня есть вера, потому что я видел Его, когда Он пришел ко мне и сказал, чтобы я сделал это. Понимаете? И затем еще одно. Может быть, если они сделали что-то неправильно, и я говорю, вы сделали то-то. Верно. Ну что ж, исправьте это. Я обещаю перед Богом, что исправлю это. Смотрю опять и вижу их здоровыми вдали в грядущие годы. Все так же здорово, и тогда ты знаешь. Бог уже изрек это. Просто ожидаю, чтобы мне сказать слово, вот и все. Понимаете, вот что требуется. Вот каким образом я наблюдаю, продвигаюсь в своем служении медленно, беру каждого больного и наблюдаю за этим. Тогда я буду знать, о чем говорю. Понимаете, я точно знаю, что нужно сказать тому человеку. Так вот, бывали случаи, я видел смерть над человеком, я ничего не говорил. Я просто говорил, благословит вас Господь, имейте веру в Бога, Бог исцелит вас, если только будете иметь веру. Двигаюсь дальше, вот таким образом, зная в своем сердце, что они не выживут. Потому что, ну, ты просто не хочешь им этого рассказывать, если только, если только ты не должен рассказать, если Святой Дух открывает это. Вы знаете, что это происходило много раз. Рассказываю им, говорю, можете уже готовиться, вы умрете, вас ничто не спасет. У меня здесь была одна девочка. Некоторое время назад отец сказал, если исцелю ту девочку, он станет христианином. Я хотел, чтобы та семья стали христианами. Я направился к тому дому. У ребенка было двустороннее воспаление легких. Ей дали весь пенициллин, какой только могли дать ей. Не оказало никакого воздействия. Ей просто становилось хуже и хуже и хуже. И я пошел туда проведать ее. Я зашел туда и я сказал, я не знаю. Я сказал, я помолюсь. И я зашел и помолился за нее. И от всего сердца. И пришел врач в тот день после обеда, сказал, жар у нее снизился. На следующее утро он пришел, сказал, тому ребенку стало настолько лучше, сказал, к вечеру она сможет подняться. О, отец, когда я пошел проведать ее, встретил меня. И он радовался, он сказал, о, брат Бранхам. И я сказал, Ли, я так рад видеть твоего ребенка таким, а Святой Дух явился мне, сказал, она проживет только три дня. И отец собрался прийти ко Христу, сказал, так вот, когда будешь проводить свое собрание, я готов к крещению, он и его семья. Так вот, я, я не мог ему рассказать. Мне больно было ему рассказывать. Я знал, что ребенок умрет. Я вернулся и рассказал своей жене. Рассказал, о, многим друзьям и своим соседям и прочим, ребенок не выживет. Девочка примерно восьми лет. Я сказал, она не выживет. Через три дня она умрет. Я видел, как та мать стояла там, плакала. Три раза опустила голову, слезы текли. Я увидел небольшой белый гроб, который несли по комнатам. Когда я стоял там, я сказал, она уйдет. Ну, сказали, ты ведь должен пойти рассказать Ли. Я сказал, я не хочу ему рассказывать. Я сказал, я люблю маленькую Беатрис, во-первых. И я, вы все знаете, о ком я говорю. Итак, я сказал, я люблю маленькую Беатрис. И я, я не хочу, чтобы она знала это. И я не хочу рассказывать отцу. И я сказал, я, я не знаю, что делать. Но я знаю, что ребенок, через три дня она отошла, понимаете. И я сказал, что я не хотел рассказывать отцу, понимаете. Так вот, таким вот образом. Так вот, много раз я шел и молился. Там, в Африке, где на платформе было только три или четыре человека. И когда на платформе что-то происходило, я просто совершал общую молитву. И сразу происходило 25 тысяч чудес, понимаете. Это вера людей. Так вот, много раз мы поднимали людей на платформу. Возлагали на них руки, молились за них, отправляли их. Они выходят и исцеляются, понимаете. Так что все дело в том, что думают люди. Все дело в их вере, так или иначе. Но для того, чтобы проклясть нечто, я сперва хочу знать, что я делаю. Тогда уже это делаю я. Если вы придете, на вас возложат руки. Это ваша вера. Это то, чему вы верите. Вам понятно, что я сейчас имею в виду всем? Понимаете? И я боюсь говорить... Вот подходит человек. Мне ничего о них не известно. Никогда не видел их раньше. Брат Бранхом у меня тот. А это у меня, у меня, у меня, у меня рак, у меня туберкулез. Я просто боюсь говорить это, понимаете. Я не знаю, что делаю, понимаете. Я лучше скажу, я помолюсь за вас. Понимаете? Вот так. Но когда я вижу видение, вижу, что произойдет, это другое дело, понимаете. Я знаю, что делать. Тогда мне понятно, что. Это точно как приступать к чему угодно. Но часто я молюсь за людей. Сотними. Брат Шарер, что сидит там сзади. Я сейчас смотрю на него. Я был где-то на похоронах. Хоронили мать сестры Робинсон. Брат Шарер, я не видел никогда человека в худшем состоянии, чем у него. Я мигреневая головная боль или что-то такое, я не знаю. И он достиг такого состояния, что он был почти без сознания. Ничего не понимал. Зашел прямо в его палату. Просто коротко помолился, вышел обратно. Я сказал так же точно, как то, что я стою здесь, он исцелится. И на этом все. Сразу вышел. Миссис Вудс, ее мать лежала, умирала от рака на лице. Вы знаете, что это такое. Коснись даже губ. Здесь, вот здесь. Вы можете быстро умереть. Мужчину ужалило пчела здесь, ниже Нью-Олбани. Недавно ужалило его в губу. Он умер примерно через две минуты. Все, что вот в этом районе, не давите ничего на своих губах, потому что это передается на нерв, который связан с вашим мозгом. В действительности люди, мужчина, не должен никогда бриться над губами. Это совершенно верно. Когда ваша бритва двигается, у вас в глазах проступают слезы. Это неприятно. Прямо там, на основном нерве. Некоторое время назад я был здесь, где Джин и Лео. Была одна девушка, которая работала в аптеке. Здесь, в аптеке. И я пошел туда купить что-то для своих детей. Купить витамины и прочее от простуды и все такое. И она рассказывала это там соседям. Там был один служитель. Он сказал, вы хотите мне сказать, что брат Бранхам дал бы кому-то из своих детей лекарства? Видите, об этом не знает. И я сказал, ну, сказал он, у меня веры к нему не больше, чем во что-либо в этом мире. И всего лишь спустя два дня после этого он брился, порезал себе губу, зажал ее вот так. Так, на следующий день он оказался в больнице под кислородной палаткой. Четыре или пять дней спустя. Получилось, его лицо вот так распухло, понимаете? Получилось так, потому что он прижал одно место у себя на губе, понимаете? Необходимо быть осторожным в том, что вы делаете с этим. Та проблема с губами вот здесь. Теперь, обратно к духу, духовной стороне, понимаете? Ты должен знать, к чему приступаешь, что делаешь. Если не знаешь, не делай этого. Так вот, при молитве за боленых, ой, я мог бы сказать много, многое. Миссис Вудс, о которой я говорил, ее мать, рак уже проник ей в эти вены здесь, ее лицо распухло. Лео, Джин и я были в Мичигане. И мы услышали это по телефону. Моя жена позвонила мне, сказала, мать Миссис Вудс умирает. Я перешел реку. Вот сидит миссис Вудс, вся измученная. Она сказала, что ее мать умирает. Я вошел в комнату и долго оставался там по ее вопросу. Видения не было. Но как только я подошел к ней, просто нечто внутри меня сказала, она будет жить. Я вышел обратно. Мистер и миссис Вудс сидели там, сказали, ну что сказал Господь? Ты видел видение? Я сказал, нет. Они тут же, они бывали на собраниях, понимаете? И видели видение, а они упали духом. Но всего через минуту я сказал, но нечто рассказало мне. Это так же, как так говорит Господь. Является видением, что эта женщина будет жить. И она выжила. Рак вот здесь. Вот так ниже у нее на лице. И вот он уже проник в кость. Съел всю кость и остальное вокруг подобным образом. Все мясо дальше на кости. Вот так. А она сегодня жива. Едва ли там есть шрам, где это было. Понимаете? И все распространившееся. Врач сделал ей туда укол и просто разогнал это. Вы понимаете? И это распространилось. Или пытался выжечь. Это или что-то такое, что они пытаются делать с этим. Так вот, это вера людей. То, во что вы имеете веру, если ты... Вот. И Аир сказал, приди, возложи свои руки на мою девочку, мою дочь, и она будет жить. Помните это? Римлянин сказал, я не достоин того, чтобы ты зашел под мою крышу. Просто скажи слово, и мой слуга будет жить. Правильно? Вот, пожалуйста. Все зависит от веры. Теперь, здесь ли та дама, у которой болезнь сердца, которая не сможет приехать вечером, если она здесь? Слева. Хорошо, господа? Хорошо. Хорошо, молодая дама, если вы хотите подойти сейчас с этой стороны, проходите вперед. Кто-нибудь еще? Пожалуйста. Я хочу, чтобы брат Кэш и брат вы, братья, здесь. Кажется, брат Биллер находится здесь тоже, не правда ли? Проходи сюда, брат Биллер. Другой проповедник. Любой служитель, который хочет сейчас прийти, мы хотим помолиться за эту молодую женщину. Сказали, что это болезнь сердца. Верно? Это самый большой убийца, который у нас, болезнь сердца. Но знаете ли вы, что Иисус живет в сердце? Вы приняли его туда? Вы живете здесь, в городе, не правда ли? Огайо. Вы сможете исцелиться от своей болезни сердца. Бог – это исцелитель. Он исцеляет сердце. Он исцеляет каждый член тела, каждый орган. Проходите сейчас вот здесь, братья. Давайте подойдем туда, где эта дама. И я хочу, чтобы собрание склонило свои головы, пожалуйста, пока мы будем молиться. Ты создал сердце. Ты даешь ему рост и жизнь. Ты можешь построить новую стенку там, где старое разрушено. Ибо ты Бог и единственный Бог. И я думаю, что если бы это была моя сестра Делорес, моя жена Меда или моя дочь Ребекка. Я хотел бы, чтобы церковь молилась всем, что только есть в нас, Господь. Молитвой веры за моего ребенка или мою жену или близкого человека. Наверное, это чья-то дочь и может быть чья-то жена. А это может быть мать какого-то ребенка. Она сказала, что любит тебя. И она приняла тебя своим спасителем. И у нее есть право прийти к этим привилегиям. И мы пришли на основании власти от твоего приглашения. Предложить ей эти дары исцеления. И через возложение рук на нее пусть Слово Божье проявится в ее теле, чтобы удалить эту болезнь сердцем. Мы осуждаем ее на основании собственного слова Иисуса. Иисуса Христа, сказавшего, что молитва веры исцелит больного и Бог восставит их. Теперь во имя Иисуса Христа пусть болезнь сердца оставит нашу сестру. Пусть она пойдет. Никогда больше не будет ни одного намека на это. А тебе да будет хвала и слава за эти благословения, которые могут прийти только через твою руку, когда мы служим в соответствии с твоим Словом. Аминь. Прикоснись к ней, Господь. Имейте веру и верьте этому, сестра. Дорогой Боже, эти немощные морщинистые руки этой дорогой матери, послужившие ее. И мы стоим после проповеди о том, что ты – такой великий Бог, такой великий, сильный Бог и не исторический Бог. Бог в настоящем времени – сущий. И я желаю, Господь, Бог, что ты послужишь твои благословения и благословения в имя Иисуса Христа. И благословения в имя Иисуса Христа. И она живет здесь сегодня в его душе. И живет много счастливых лет, но еще в сердце. И мы будем иметь все празднования за эти благословения, И я молю, о Господь, Бог, чтобы ты не спослал свои благословения и исцеления на ее тело, на ней руки во имя Иисуса. Пусть она уйдет сегодня отсюда и станет здоровой, и проживет еще много счастливых лет, чтобы служить тебе. А тебе да будет вся хвала за все это, когда она будет ходить вокруг и рассказывать людям о произошедшем. Аминь. Аллилуйя, Марион Уильямсон, благословит вас Бог. Вы оба звонили мне, говорил с вами. Да, несколько лет назад я молился за нее. С туберкулезом она исцелилась. Она больна, но к ней необходимо применить развлечение, чтобы точно знать, что она сделала или что еще с этим. Однако я действительно верю, что эта молодая дама и остальные, за кого мы молились минуту назад, станут здоровыми. Я верю этому всем, что только есть во мне. Я просто верю этому. Вы тоже этому верите? У меня в отношении их такое же чувство, какое у меня было в отношении вашей матери, миссис Вуд, понимаете? Или подобно, как у меня было о тебе, брат Шарер, и многих других здесь. Я именно ощущаю, что они станут здоровыми. Вот и все. Они преодолели длинный путь и приехали на служение, и это показывает их веру. Вы знаете, что Библия говорит о том, что в последние дни? Да, это правильно. Это будет светло в вечеринке. Это правильно? Это будет светло. Это же Господь, это же Господь, это же Господь, это же мощь Бога Бога будет здесь, чтобы ухудить болезненных и афликтовых, как он был. Вы знаете, что Библия говорит об этом в последние дни? Это верно. Во, в вечернее время явится свет, верно? Явится свет. То же самое Евангелие. Тот же Святой Дух, та же сила Божья, какой она была, появится здесь для исцеления больных и страдающих. И Бог присутствует прямо сейчас. Присутствует прямо сейчас. Сейчас Он присутствует точно так же, как Он будет присутствовать сегодня вечером, совершенно одинаково для исцеления больных и страдающих. Он благ? Давайте споем аккорд. Вот этот чудный Он в милости ко мне. Сестра, вы знаете, этот чудный Он, чудный Он в милости ко мне, крепкий Бог, мирокнязь, Он советник мне. Давайте споем ее сейчас вместе. О, чудный Он, чудный Он в милости ко мне, крепкий Бог, мирокнязь, Он советник мне. Он спас меня и хранит от греха и зла. Чудный Искупитель мой, Ему хвала. Был рабом, но сейчас нет мне осуждения. Он свободу дает, полное спасение. Спас меня и хранит от греха и зла. Чудный Искупитель мой, Ему хвала. Чудный Искупитель мой, Ему хвала. Чудный Он, чудный Он, чудный Он. Пойте ее сейчас каждый, вознесите это. Крепкий Бог, мирокнязь, Он советник мне. Крепкий Бог, мирокнязь, Он советник мне. Он спас меня и хранит от греха и зла. Чудный Искупитель мой, Ему хвала. Чудный Искупитель мой, Ему хвала. Чудный Искупитель мой, Ему хвала. Аминь. Давайте сейчас просто поднимем руки и поблагодарим Его каждый по-своему. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благость. Мы благодарим Тебя за Твою милость, за все, что Ты совершил для нас. Хорошо было находиться здесь. Мы сказали бы с Петром и другими, давай построим три кущи. Одну для Тебя, одну для Моисея и одну для Ильи. Но тот благословенный голос говорит, это Сын мой возлюбленный, Его слушайте. И так Иисус чудесный, советник, князь мира, крепкий Бог, вечный Отец. Будь с нами на протяжении наступающего дня, Господь. Благослови сейчас нас. Дай нам сегодня вечером замечательное служение. Благослови своих слуг везде по всему миру. Благослови приближающиеся собрания по всей стране, Господь. В Сан-Хосе, Калифорния, другие места, где собрания и люди сейчас собираются для чудесных служений. Будь сегодня вечером с нами, будь с людьми в Скини, по всей стране, везде, где призывают в Твое имя. Даруй, Господь, чтобы Ты был там, во имя Иисуса. Теперь я передам служение пастору, который распустит, брату Джексону. В 6.30 вот молитвенные карточки. Спасибо тебе, мой брат Джуниор, возлюбленный, спасибо не нужно. Нет, не делайте этого, не делайте этого, мне очень не по себе. Мне сейчас очень хорошо. Вы ведь не хотите, чтобы я чувствовал себя иначе, не правда ли? Так что спасибо все равно. Он просто шутил, чтобы посмотреть, что я скажу. Давай дальше.